Весна решила сама сделать уборку. От резкого потепления снег сходит и без помощи коммунальщиков. Единственным минусом такой чистки является неожиданность, которая может закончиться плачевно для случайных прохожих. Так, жители дома номер 8 по улице Ленина испытывают судьбу каждый раз, когда выходят на улицу. Вот дети ходят в школу и идут. Вот даже опасно ребенка на улицу выводить в школу. Спровожаем до туда. Однако толще льда таит опасность и для самого старенького общежития. Из-за множества трещин дом может просто не справиться с его весом, уверены жильцы. Кирпичи, они все уже крошились, они вот так падают. Это вообще страшное дело было. Вот такой груз он может не выдержать, действительно не может выдержать. Вся общежития рухнет. Хотя снег, по словам Бибинурда Бледбаевна, чистили только на прошлой неделе, но лишь частично. И вот из-за резкого потепления, подтаев, он вновь свесился над козырьком. Такой метод уборки, пояснили Бужиха, входит в нормативы. Тем более крыш нуждающихся в чистке в городе немало. Работа построена таким образом, что работают бригады в усиленном режиме. Это 11 звеньев под два человека, плюс АГП. Работа очень большая, объем большой, поэтому одновременно, наверное, все это, как бы за один день сложно все это убрать. То есть идет полномерная работа. В серьезных стран наступившую оттепель пока что зафиксировано не было. Чтобы не начать печальную статистику, следует усвоить несколько нехитрых правил. Особую внимательность проявляйте там, где крыша имеет скат, угол или подведена к водосточной трубе. Помните, опасность хода наледи значительно возрастает во время сильного ветра. Помимо этого, не стоит забывать и о личном автотранспорте. Не оставляйте машину возле зданий, так как она тоже может пострадать. Резидент Садридинова Ельшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова